День памяти священномучника Серафима Звездинского отметили в подмосковном Дмитрове. Прославленный в лике святых в 2000 году, святитель принял епископский сан в тревожные для церкви всей страны 20-е годы 20-го века, когда на церковь были подняты гонения. Для сунма новомучников и исповедников они обернулись временем подвига и обретения небесных венцов. Достойно прошел этот путь и священномучник Серафим. По преданию Бориса Глебский монастырь Дмитрова и ровесник города, основанный в середине 12-го века, многое повидал он за прошедшее время. Периоды развития сменялись испытаниями, в которых обитель выстаивала и продолжала служение людям. Не сломили ее и бури минувшего столетия. Хотя в 1920-х монастырь был закрыт, но не уничтожен. Стал музеем, а на исходе 20-го века, после возвращения церкви, началось его возрождение. Это произошло и по молитвам невестного покровителя Дмитрова, некогда бывшего здесь правящим архиереем, священномучника Серафима Звездинского, епископа Дмитровского. К слову, в годы своего архипастерского служения Владыка неоднократно служил и проповедовал в храмах монастыря. Здесь его имя чтут особо. Мы праздываем память священномучника Серафима Звездинского, епископа Дмитровского. Святой через всю жизнь понес любовь ко Господу, пострадал ради Бога. Еще при жизни Владыку называли святым архиереем, потому что он ежедневно выполнял правила Серафима Саровского. 150 раз в день читал Богородица Дева Радусь. Также в лике святых прославлена преподобная исповедница Параскева Матиешина. Это было духовное чадо святого священномученика Серафима Звездинского. А сама преподобная исповедница Параскева создала хор женский, замечательный, участниц которого сам Владыка Серафим называл «Птички-певуни». В данный момент этот хор воссоздан, принял, скажем так, эстафету духовную. Также в городе Дмитров есть дом-музей святого священномученика Серафима, куда не иссякает народная толпа, паломничество. В эти дни в жизни православного Дмитрова состоялось знаменательное событие, о котором сказал в своем слове по окончании богослужения клирик монастыря Ирей Анастасий Бахтин. В нашей епархии произошло такое событие, сменился епископ, который возглавляет Московскую Духовную Академию. И совершилась некая историческая справедливость. Когда-то в истории был период, когда руководители Академии возглавляли Дмитровскую кафедру. Сейчас, через такое время, произошло такое же совпадение. Владыка Кирилл, который сменил Владыку Фому, возглавляет Академию. И нашу Сергиопосадскую и Дмитровскую епархию. Будем молиться о нем, о новом Владыке. Будем со своими молитвами обращаться к святителю Серафиму, Дмитровскому, прежнему Владыке. И просить Господа о милости и помощи. Богу нашему славу, всегда на ней и пристно, и во веки веков. Аминь. В этот же день в Доме Священного Мученика Серафима прошла специальная программа, посвященная Дню Памяти Владыки. День Памяти Владыки.